Енисея В первой игре плей-офф Еврокубка, которая состоялась в Красноярске, турчанки чуть было не потерпели свое второе поражение. Однако в самой концовке встречи сумели вырвать победу. В ответном поединке нашим баскетболисткам было необходимо не просто побеждать, а выигрывать в 6 или более очков. Добиться этого результата команда Шинейкиной не смогла. Однако нанести второе поражение в сезоне своим соперницам им удалось. Игра в Турции, на мой взгляд, была очень тяжелой, потому что нам нужно было отыграть 6 очков, плюс накал болельщиков очень сильный был. Но я считаю, мы выстояли и победили. Только не хватало нам 4 очков. Это было электрико из начала, фанаты не нравились нас, это было круто, было много энергии. Мы боролись и победили. Я была счастлива с нашим выступлением. Ну, это была игра неплохая. На мой взгляд, она была более боевая и, мне кажется, лучше, даже качество, лучше, чем мы сыграли дома. Да, да, да. Они играли тяжело, потому что они хотели победить. Они были в своем доме. Они играли агрессивно. Рефы позволяли, но мы нашли их интенсивность. Судьи очень позволяли грубые фалы, но все равно девочки выстояли, мы выстояли. Еле как победили. Это просто, знаете, вся атмосфера такая. Я посмотрю, агрессивные болельщики там даже не было. Наших болельщиков не было. Обычно мы спросили, драки происходят постоянно. Обычно там болельщики одной команды, болельщики другой команды. В этот раз не было. Они подрались. Это реально не вымешало. Это была драка на трибуне. Игру не останавливали. Мы его полицейские вывели полсектора. Такой народ, такой болельщик там. И это реально так заводит. И игроков, и судьи дали вот эту грязную игру. То есть там, допустим, сначала в Туркенке, потом начали отвечать. Это вызвало, естественно, определенные варианты всего этого. Я не рад, конечно же не. Я думаю, что мы могли бы преодолевать. В моем мнении, мы победили эту туркенскую команду дважды. Мы потеряли один удар в корне, и мы, в конце концов, потеряли эту игру. Но мы победили их, для меня. Мы победили их дважды, и мы должны были в Кубе. Ну, мне кажется, все думают о том, что мы неплохо выступили, но мы, наверное, что-то могли еще выжить из Еврокубка. Поэтому обидно очень сейчас прощаться с ним. Сюда хочется большего. Сюда хочется большего. Не хочется пенять наш рейд. Реалии таковы, что мы попали в сильную группу изначально, с самого начала. Что-то мы вышли в лучшие третьи команды, но мы все равно оказались в рейтинге низко, учитывая все это. И нам сразу попадают сильные, мы попадаем на самые в рейтинге лучшие команды. Потому что тот же Миштин, например, и мы были в группе, и сыграли очень достойно. Практически ввели всю игру в Турции и выиграли дома. Допустим, ну, они сейчас в ПТТ сыграли достаточно легко и выиграли, да. Попадим мы, может быть, мы в рейтинге выше, попадим мы на других соперников. Мы бы прошли, может быть, чуть выше в этом Еврокубке. Я не знаю, выиграли мы его или нет. Потому что много достойных команд. Но, может быть, не могло быть лучше. Но, мне кажется, на данный момент практически не мог. Практически. 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 Попадание женской команды в список 16 лучших команд Еврокубка ФИБА стало лучшим результатом в истории баскетбольного клуба «Енисей». Оступившись в 1-8 финал, а красноярки вернулись к баталиям российской премьер-лиги. В первом, после перерыва матча, наши девушки на своем паркете переиграли курскую «Инвенту». Почти без отдыха женская команда «Енисей» отправилась на двойной выезд. Сначала в Москву на игру с МБА, а далее в Екатеринбург. В гости в ГМК. Встреча с командой Московской баскетбольной ассоциации получилась одной из самых упорных в сезоне и завершилась фееричным трехочковым попаданием Дарьи на МОК с «Сирены». В гостевой встрече с ГМК наши девушки также выглядели достойно, уступив одной из сильнейших команд Европы 16 очков. Акцент у нас только на премьер-лигу остался. И мы хотим как можно лучше выступить. Конечно, усталость сказывается, но все, я думаю, будет нормально. Я не получила много спорта, но... Это для того, что это для нас. Это для нас работа, поэтому мы должны делать, что мы должны делать. Перед домашней игрой со «Спарта-НК» женская команда баскетбольного клуба «Енисей» находится в четверке команд, которые ведут борьбу за четвертое место. В случае победы над соперницами с разницей в 4 или более очков, команда «Шенейкина» сможет закрепиться на четвертой строчке российской премьер-лиги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова